МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Качество жизни». С вами доктор Зайцев. Здравствуйте! Август месяц характеризуется в наших краях несусветной жарой. Одним эта жара нравится, потому что она приносит удовольствие, люди получают энергию и, самое главное, неизгладимый бронзовый загар. Другие, наоборот, стараются уйти от прямых солнечных лучей, прячутся в тень, чтобы сохранить бодрость своего состояния. И особенно тепловые излучения и инфракрасные лучи, которыми так и забилует августовское солнце, оно чревато для людей пожилого возраста и для людей с хронической патологией. Вот сегодня об этих проблемах мы сегодня и поговорим в отделении реанимации и интенсивной терапии первой городской больницы, куда я и направляюсь. Чем чревато солнечное облучение и как оно влияет на течение тех или иных заболеваний, сегодня об этих проблемах мы и поговорим. И я хочу представить своего собеседника, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии первой городской больницы Николай Иванович Замлинский. Николай Иванович, здравствуйте, во-первых, в вашем кабинете. Здравствуйте, Николай. Спасибо, что уделили внимание нашей программе. Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня рассказали, как изменился контингент ваших больных, кто поступает сегодня с заболеваниями, которые напрямую связаны с тепловыми эффектами, с перегревами или солнечными, или тепловыми ударами. Ну, жара, которая пришла в Николаев в июле, которую мы и ждем целый год, чтобы где-то отдохнуть и получить радость от солнечных лучей, она имеет и вторую сторону, менее приятную. И с этим связаны и перегревы пациентов дома, обострение хронических заболеваний, которые есть, особенно сердечно-сосудистые заболевания, обостряются и заболевания дыхательной системой. Сейчас, в это время, очень трудно больным и с хроническими обструктивными заболеваниями легких, очень тяжело больным с бронхиальной астмой. И такие осложнения, сердечно-сосудистые, как острое нарушение мозгового кровообращения, геморрагические инсульты, субарахноидальные кровоизлияния участились в эту пору, именно в эти месяцы, в эти дни. Поэтому хочется, конечно, Николаевцев призвать делать хотя бы минимальные возможные шаги для того, чтобы профилактировать эти состояния. И береженого Бог бережет, как говорится. Николай Иванович, нам с Вами ясно, как действует солнечная энергия, особенно ее избыток на состояние здоровья, как она влияет на течение и ход заболеваний. А вот скажите, какие проявления, на что должны обращать наши пациенты при тех или иных ситуациях, когда они действительно что-то недосмотрели, где-то увлеклись загаром, и появились какие-то признаки дискомфорта. В чем они проявляются, на что должны люди обращать внимание? Ну, начнем с формулировки. Тепловой удар. Тепловой удар – это крайняя степень перегрева. Он связан с нарушением терморегуляции, с нарушением компенсаторных механизмов организма. И, конечно, такие симптомы, как головная боль, тошнота, гиперемия кожи, ну, должны повышение артериального давления, головокружение, нарастание дышки, должны вызвать определенную настороженность. И, конечно, люди, которые почувствовали эту симптоматику, ну, должны прежде всего, ну, поговорим сразу о помощи, прежде всего, уйти от действия этого фактора. Поэтому нужно прекратить максимально, то есть уйти в тень, в более прохладное помещение, в кондиционируемое помещение. И, если симптомы серьезные, немедленно вызвать скорую помощь. Не стесняться, поскольку я хочу обратиться к николаевцам, именно тепловой удар, это критическое состояние, угрожаемое жизни, угрожаемое для жизни. И с этим шутить нельзя. И, ну, своевременность обращения и своевременность доставки в лечебные учреждения может спасти жизнь. Давайте так, чтобы все-таки не отпугивать людей, да, от того, что они во время отпуска должны все-таки загорать, принимать и солнечные ванны, и водные процедуры. И не только николаевцы. Известно, что наша область располагает такими местами, как Коблево, Очаков, естественно, Рыбаковка. Конечно же, привлекает и других жителей нашей Украины. Скажите, пожалуйста, ну вот вы сказали, что угрожающая ситуация может развиться. Давайте все-таки напомним нашим телезрителям, опять же, не запугивая, а в качестве информации, информации, чтобы они были насторожены, что может произойти, какие катастрофы возможны, и как все-таки от них избавиться или избежать. Я имею в виду вот сердечные и сосудистые катастрофы. То есть, чем вы сталкиваетесь повседневно в вашей работе? Готовясь к лету, мы пытаемся выехать к речке, к морю, и, наверное, это нужно делать, и, наверное, не нужно находиться в жарком городе, если есть возможность покинуть его и выехать. Может быть, в северные районы Украины, в северные области выехать, именно в июле, поскольку июли у нас жаркие. Но если это не удается, то нужно стараться делать комфортно то место, место нашего пребывания. Понятно, что есть люди, которые живут на пятых этажах, пятиэтажах, где без шатровой крыши, где перегревание доходит очень высоких температур. Что же им посоветовать? Ну, нужно, конечно, по возможности перемещаться хотя бы на первые этажи. И я хотел бы, вот тут, пользуясь случаем, порекомендовать. У нас в Николаеве зимой открывают убежище для борьбы с переохлаждением. Некоторым жителям не очень это нравится, поскольку контингент, который туда приходит, не сильно. Так вот, летом можно инициативным группам обратиться в ЖЭКи, открыть на период именно жаркой поры, именно обеденной поры, открыть эти убежища, перенести определенное количество, провести определенное количество времени, там, час, два, три, с двенадцати до шести этого достаточно, чтобы эти вот люди могли найти вот такое убежище. Это реальное предложение, пользуясь случаем, обращаюсь к органам местной власти, вот, способствовать жителям, а жителям проявлять инициативу и заботу друг о друге. Температура комфорта, она есть разная, и для южных регионов она где-то составляет 23-25 градусов. И мы говорим людям, у которых есть кондиционеры, не нужно их выставлять на 18 градусов и достигать переохлаждения и получать другую проблему в виде простудных заболеваний, в виде пневмонии. Достаточно, чтобы кондиционер при температуре выше 30 градусов был выставлен на 25, этого уже будет достаточно для того, чтобы не получить осложнение и обострение тех хронических заболеваний, которые я сказал раньше. Вот на примере вашего стационара, вашей реанимации, скажите, пожалуйста, какой контингент сейчас находится и так или иначе это связано все-таки с вот этими температурными режимами, которые достигают запредельных цифр? Вы знаете, трудно сказать, что напрямую, но скорее всего у больных, которые болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, они болеют не один день, то есть это атеросклероз, это процесс длительный и нельзя сказать, что сегодняшняя жара значит к этому привела, но она могла явиться той последней каплей, которая спровоцировала и возможно это можно было избежать в сию минуту в это время отодвинуть эту проблему, поэтому, конечно, нужно себя беречь от этих вредных факторов, их избегать и уменьшать их действия. Больные у нас лежат и как раз те, которые лежат сегодня, лежит как раз вот так волею случая, есть больной, который доставлен с пляжа, который находился там в нетрезвом состоянии, я хочу сказать, что некоторые думают, что выпить холодного пива это та профилактика, которая поможет пережить жару, нет ни в коем случае, ни в коем случае алкоголь он только способствует нарушению регуляционных способностей организма и только ухудшит ситуацию, поэтому нужно принимать большое количество жидкости, если это не противопоказано для сердечно-сосудистых больных, хотя бы чуть больше, учитывая потоотделение, чем обычно, жидкость может быть слегка подсоленная, ну, можно по-разному относиться к легкому чаю, потому что некоторая литература скажем так, негативно к кофеину относится, но кофе, да, кофе не рекомендуют и я не рекомендую, а вот легкий чай, мы знаем, жители южных регионов, они всегда пили и пьют чай, поэтому легкий чай, но не в большом количестве, а жидкости, если позволяет ситуация, до 2-3 литров в день для профилактики вот этих гипертермий и профилактики осложнений, связанных с перегревом организма. Николай Иванович, мы знаем, что для того, чтобы свершились сердечно-мозговые катастрофы, существует большое количество причин, так, патогенетически все это обусловлено, это и атеросклероз, это и повышенное давление, и тем не менее, вот мы говорим, что, ну, зимой может быть меньше таких факторов влияния, там чисто такое, как говорится, причины сами по себе приводят к этим катастрофам, а вот все-таки лето, вот таким провокационным моментом является ведь жара, мы уже с вами об этом сказали, вот что превалирует в вашем отделении среди больных, это больные с инфарктами или же это больные с инсультами? Знаете, в нашей больнице есть несколько отделений и в основном больные сердечно-сосудистыми заболеваниями лечатся у нас и понятно, в отделении реанимации это больные в крайне тяжелом состоянии, больные с острым нарушением мозгового кровообращения, больные с ишемическим инсультом, больные с гемерагическим инсультом, больные с субрахноидальным кровоизлиянием, вот, кроме того, в отделении реанимации В инфарктном блоке лежат больные с острым инфарктом миокарда, больные с нестабильной стенокардией. И, конечно, летом сказать, что их меньше. Некоторые ситуации случаются, к сожалению, я не пугаю, но случаются и вне города Николаева, где-то в местах отдыха. Но те, которые здесь, конечно, гипертермия – это тот провоцирующий фактор, который нельзя сбрасывать с щитов. И он действительно является той последней каплей, которая может вызвать приступ стенокардии, приступ высокого давления, гипертонического криза, который окончится теми осложнениями и приведет в лучшем случае к госпитализации. Поэтому можно и не успеть. Поэтому я еще раз прошу николаевцев обратить внимание, при малейшей симптоматике, ухудшении состояния, не стесняться вызывать либо врача, если это семейная амбулатория рядом во дворах, и мы знаем, что они сейчас у нас приближенные к населению, либо же вызывать скорую помощь. Приедет специалист, он на месте оценит ситуацию и даст вам те рекомендации, которые будут сегодня именно улучшить ваше состояние и выведут, и не дадут развиться тому патологическому кризу, тому состоянию, которое приведет, возможно, к госпитализации, поскольку всегда легче предотвратить. Я ведь не случайно задал этот вопрос. Почему? Потому что, как вы знаете, 2015 год назван годом борьбы с сердечно-сосудистыми катастрофами, потому что именно эти заболевания принимают форму эпидемии. И вот на одной из конференций, которая была проведена институтом Амосова, у нас областной больницы, где была собрана общественность медицинская, безусловно, ряд мероприятий, те программы, которые, в общем-то, существуют, они направлены на предотвращение этих катастроф. Но, как бы, незапланированное воздействие, да, вот сегодняшней жары, оно просто-напросто не зависит от медиков, правильно? Какая бы тактика у нас с вами не была, какие программы бы мы не составляли, но это неуправляемый процесс, это природный процесс. Поэтому не случайно я об этом говорю, что и больные наши должны, те, кто страдает этими заболеваниями, должны помнить, что в жару себя нужно вести действительно очень-очень осторожно, да, то, о чем вы говорили, что если на пляже человек, он должен прийти в тень и должен понимать, что ему совершенно не нужна эта лишняя инсоляция, которая приведет к тем или иным катастрофам. У нас есть такое обывательское мнение «хопать здоровье», вы же понимаете сами, тем более, что окружающая обстановка у нас и река, и рядом эти моря, скажем так, они способствуют этому, манят людей, ну и нормально, что им нужно оздоравливаться. Вот вы сказали, что при первых признаках я не зря то же самое подчеркиваю и для наших пациентов, и даже не для пациентов, а просто для здоровых людей. Да, для здорового человека это проходит все бесследно, да, он приложит холодный компресс в голове, да, обложится там холодом, обтирание всевозможное, а вот для пожилых людей, страдающих именно фоновым заболеванием, это действительно уже более серьезно. Вы сказали о доступности, да, действительно нужно обратиться или по месту жительства в свою семейную амбулаторию, или в крайнем случае действительно вызывать и не стесняться, это все правильно. Вот. Ну, я не буду требовать от вас, чтобы вы рассказывали о тех мероприятиях, которые проводятся действительно в реанимации, это уже удел, собственно говоря, специалистов вашего плана. Скажите, эту вот помощь, какую получают у вас больные, кто их консультирует? У вас рядом инфарктная, у вас рядом сосудистая, специалисты привлекаются, я так понимаю? Ну, конечно, больные, которые поступают в крайне тяжелом состоянии, они лечатся и врачами-рениматологами, которые круглосуточно работают в больнице. Совместно это проводится с врачами-кардиологами, невропатологами. Все специалисты больницы, фактически тяжелых больных смотрят, при необходимости вызывается и назначается консилиум, и вызываются специалисты третьего уровня областной больницы, и при необходимости из Киева консультанты вызываются. Более того, больные субархноидальным кровоизлиянием. Вот недавно была отправлена больная в Киев для коррекции, для коррекции той мозговой катастрофы, поскольку, к сожалению, в нашем городе еще не все тонкие эндоваскулярные методы лечения доступны. Поэтому преемственность есть, все максимально делается, но еще раз говорю, что легче предотвратить болезнь, чем потом ее лечить. И, конечно, то, что в Николаеве у нас в юг Украины и жара, это где-то и плохо, но благодаря тому, что у нас вокруг вода, море, и это тот фактор, который нужно и популяризировать, и нужно использовать. Солнце, воздух и вода – это всегда залог здоровья. Но, значит, как говорили древние, все есть лекарства и все есть яд. Всему вина мера. Меру надо соблюдать. Меру инсоляции, меру купания и меру нахождения в горячее время именно на улице. Поэтому, конечно, в городе, наш город прекрасный, но не хватает включенных фонтанов. Они есть, хоть и мало, но они не включаются почему-то в июле, а потом только к праздникам. Хотелось опять обратиться, включить фонтаны, проектировать фонтаны в микрорайонах, делать их побольше, для того, чтобы воздух не только охлаждать, да, не столько охлаждать, сколько его увлажнять, для того, чтобы было комфортно находиться нам в нашем любимом городе. Почему-то улицы не моют раньше, да, в июле. А вот прежде времена в 6 часов утра шли поливали. Это все, пожалуйста, коммунальщикам тоже просьба, потому что, когда мы говорим о здоровье, мы говорим об общественном здоровье. И вот в системе общественного здоровья медики могут влиять, известно, на 10% всего. А все остальное, общество, значит, среда, все мы вместе ответственны за наше здоровье, за здоровье нашего ближнего, за здоровье соседа. И если нужно, то и волонтерскую помощь нужно подать, вывести его с тяжелого, с тяжелых таких условий, вызвать скорую помощь, возможно, ему. Вот, Николай Иванович, давайте на этом остановимся. Наш разговор был бы непродуктивным, если бы мы все-таки не дали практический совет нашим пациентам или просто людям. Оказание самопомощи, первой помощи, вот при первых признаках, о которых так много мы с вами сегодня говорили, вот что, какая должна быть тактика у тех людей, которые находятся рядом с человеком, у которого появились признаки теплового удара. Давайте конкретизируем их вот тактику по оказанию помощи. Конечно. Конечно, если мы видим те симптомы, которые я назвал в начале передачи, прежде всего, это резкая головная боль, которая не характерная была раньше. Есть много причин боли, но если это в условии гипертермии, это нужно расценивать как перегрев. Тошнота, покраснение, головокружение, необходимо прежде всего вызвать скорую либо позвать на помощь тех, кто это сделает. Затем, конечно, нужно попытаться остудить организм. Для этого от компрессов на голову, на лобную часть, на магистральные сосуды, на бедра, на живот нужно попытаться снизить температуру. Понятно, предварительно вывев человека с этих условий, к соседу, в другое помещение. Мы на этом останавливались. Конечно, нужно соблюдать режим труда и отдыха. Вот это я еще не коснулся. И в южных, знаем, странах, в Италии, у них сиеста, у них в обед никто не работает. Поэтому нужно уменьшать нагрузки, идти в отпуск, уменьшать нагрузки. Все, что можно не сделать, лучше не сделать, чем работать через «не могу» в зной и потом получать вот эти осложнения. Поэтому, конечно, обильное количество воды. И если до приезда скорой помощи можно принять жаропонижающий, тот же фармацитрон, либо свечку жаропонижающую ввести, для того, чтобы, да, и после принятия достаточного количества холодной подсоленной воды, где-то до литра, если это позволяет. Больным с декомпенсированным, с отеком, конечно, это будет меньше, стакан. Вот, ну, вот таким образом. И самая главная цель нашей встречи – не ждать. Есть симптоматика – обращаться к медикам. Медики примут правильное решение и помогут вам. Ну, тем более в зонах отдыха все-таки существуют пункты, да, медицинские, где всегда медицинский работник может прийти на помощь. Подводя итоги вышесказанному, мы просто хотим еще раз и еще раз подчеркнуть, уважаемые товарищи, август месяц, понятное дело, это последний месяц лета, но он чреват высокими температурными своими режимами. И чтобы не быть зависимым, метеозависимым, все-таки необходимо соблюдать в целях сохранения вашего здоровья. Выходя на улицу или на отдыхе, не забывайте о том, что должна быть покрытая голова. Надевайте кепки, шляпы, помните и о своих детях, обязательно предохраняйте их от перегрева. Запасайтесь водой, когда едете в длительное путешествие или же в походы. Обязательно, как сказал Николай Иванович, должно быть у вас вода, чтобы вы могли принимать жидкость, потому что усиленное потоотделение, нарушается теплообмен, и это способствует тепловому удару. Уходите в тень, избегайте прямых солнечных лучей. Помните о солнечной активности после 11 часов утра и до самого почти вечера. Нужно избегать этих прямых солнечных лучей, потому что они не приносят радости, потому что там превалирует инфракрасное излучение, которое чревато для нашего организма. Независимо от того, страдаете ли вы какими-то хроническими заболеваниями или нет. А если уж страдаете, тогда тем более. А во всех остальных случаях, чтобы сохранить качество жизни при любой погоде, безусловно, обращайтесь к врачу за помощью. Николай Иванович, мне только остается поблагодарить вас за участие в нашей программе, что вы, несмотря на интенсивную занятость, все-таки выделили для нас время, чтобы это время провести вместе с нами и рассказать нашим телезрителям о тех вещах, на которые мы сегодня обращаем ваше внимание. Вам огромное спасибо. С вами я прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Берегите себя. Берегите себя.